У каждого из нас есть любимый экзот в Destiny. У кого-то их может даже несколько быть, когда трудно выбрать. Например, у меня это Солнечный Выстрел, Последнее Слово, Идеальная Эпидемия, Торн и, конечно же, Галахорн. Какие у тебя любимые экзоты, напиши в комментариях. Готов поспорить, любого игрока в Destiny хоть раз останавливало желание взять к одному своему любимому экзоту второй. Скажем, Тростяный Гуль и Горстку Пепла, или Галахорн и Бремя Идзанаги. Но мы знаем, нельзя. Так что всегда приходится делать этот сложный выбор, какой экзот будет полезнее здесь и сейчас. Но что если я скажу тебе, что можно заменить один из твоих любимых экзотов на легендарный аналог, который почти не будет уступать в характеристиках своим старшим братьям? Банжи добавили в игру уже за это время так много перков для легендарного оружия, что при определенных связках, архетипах, рамах или модах, игроки и правда могут получить максимально близкие к экзотическим перкам свойства на легендарном оружии. Был в Destiny даже момент, когда легендарные пушки приходилось жестко нерфить из-за того, что они были слишком похожи на экзоты. Это я говорю о ревокере, пауке-отшельнике, горной вершине и прочих. Так вот, в этом видео я расскажу о нескольких легендарных пушках, которые вполне могут заменить тебе экзотики. Это будут максимально близкие по своему принципу заменители, но очевидно, что экзоты не были бы экзотами, если бы не делали свою работу лучше любой легендарки. Это тоже важно помнить и держать в уме. Но все же, легендарки зачастую проще получить, их можно брать вместе в несколько слотов, их можно некоторые ковать, так что это и правда упростит тебе жизнь. А еще упростить можно пополнение кошелька Steam для покупки Destiny и любых других игр. Вот как. Заходим на сайт Купикод, вбиваем логин своего Steam аккаунта, выбираем нужную сумму и не забываем специальный промокод на скидку. Сейчас, когда начинаются летние распродажи в Steam, выгодно пополнить свой список игр было бы очень приятно. Для этого и забирай в описании к видео специальный промокод, с которым пополнение баланса Steam будет самой низкой комиссии на первое пополнение. 10%. Помните, что скидки на сайте синхронизированы со Steam, что очень удобно, когда там проводятся крупные распродажи. Если лень регистрироваться, можно через ВК или Телеграм заходить, но для зарегистрированных пользователей на сайте кэшбэк еще действует на каждое пополнение. В каталоге можно даже найти те игры, которые недоступны в региональном магазине РФ. В общем, если вы все еще не купили финальную форму или хотите купить на скидках другие игры, ссылку на сайт оставлю в описании, думаю многим сейчас это точно будет полезно. Итак, подмена первая. Горстка пепла. И начну я с гранатомета текущего эпизода Эхо. Потерянный сигнал. Его фишка в том, что это первый в игре гранатомет, представленный на новой раме. Огонь на воспрещение. Это означает, что он стреляет очередями гранат, и эти гранаты оставляют после себя такую лужу из стазиса, наносящую урон по всем, кто в ней окажется. А за что мы любим горстку пепла? Правильно, за возможность составлять на месте взрыва лужи, которые будут контрить появляющихся на ее месте противников, или наносить урон тем, на чем пути она окажется. Еще можно закинуть ее под босса или прочного противника, и тем самым обеспечить себе бонус к урону. Все это же самое умеет потерянный сигнал. Главное тут не ошибиться с перками. Для большей эффективности и схожести с горсткой пепла, вам обязательно нужен перк кобура с автоподзарядом, чтобы как раз иметь возможность сделать выстрел, переключиться на другое оружие, наносить урон с него, а затем переключиться обратно на гранатомет и снова выстрелить. В пару к нему можно выбрать перк стрижающее оружие, или один за всех, тут по вашему вкусу. Первый на увеличение урона именно по боссам, а второй для получения бафа к урону по любым типам противников. Чтобы получить этот гранатомет, вам нужно проходить активности эпизода эхо, зарабатывать эхо-энграммы и расшифровывать их в шлеме. Самое важное, гранатомет можно крафтить, так что особенно постарайтесь собрать версии этого оружия в красной рамке, чтобы была возможность сковать его с правильными перками в анклаве на Марсе. На мой взгляд, это крайне удобное и уникальное оружие, которое более чем годится для того, чтобы брать его на замену горстке пепла. Так что мастхэв, вери рекомендую. Подмена вторая, гравитоновое копьё. Гравитоновое копьё, зверь экзот. Я очень люблю её, хоть в ПВЕ, хоть в ПВП, но сейчас речь в первую очередь о том, как она работает в ПВЕ. Её экзот-перк заставляет взрываться поражённой целью пустотным взрывом и при этом накладывает дестабилизацию на окружающих с помощью самонаводящихся снарядов, тем самым вызывая цепную реакцию из взрывов, которая может продолжаться, ну, очень долго, ну то есть, буквально. Так вот, было бы здорово устраивать такой пустотный замес легендарным оружием, верно? Для этого у нас есть Волчьи Когти, импульсная винтовка из ивента Железное Знамя. Да, пушку получить чуть сложнее, придётся дождаться, когда ивент Железное Знамя начнётся, да ещё и в ПВП играть, да ещё и нужные конкретные перки ловить. Но поверьте, оно того стоит. Я вот озаботился фармом этой пульсы с недавним Железным Знаменем, как видите. Что мы ищем из перков, чтобы работало как мы хотим? Главное, получить связку, отталкивающая связь и дестабилизирующие припасы. Читаем, что делает первый, уничтожение ослабленной пустотной цели создаёт щит. Читаем, что делает второй, добивающие попадания делают нестабильными цели, оказавшиеся рядом с уничтоженной. Смотрим, что творят они вместе. Делаете один килл, получаете дестабилизирующие патроны, делаете второй килл, получаете ещё и бонусный щит. Ценность особая этой винтовки в том, что она на высокоскорострельной раме, что делает её особенно приятной в спорах с кучей мелких противников. Так что в следующий раз, когда лорд Саладин привезёт в башню свои жаровни и знамёна, непременно отправляйтесь в плейлист ивента и уделите день-другой фарму этой винтовке. Вы не пожалеете. Подмена третья. Тройственный гуль. Да, я совсем недавно в другом видео говорил, что заменить этот экзот просто невозможно. Но тут появляется легендарный ожидание развязки. Лук выбивается в рейде. Воу-воу-воу-воу. Стой, не выключай видео. Напиши хоть сначала комментарий, слышу рейд, выключаю видео. Ладно, камон. Получить этот лук, конечно, сможет не каждый. Тот, кто не ходит в рейды, навеки останется с тройственным гулем. Но оно и не беда, экзот, конечно, всё равно лучше. Но я покажу тебе, что в игре теперь буквально есть легендарный тройственный гуль. И надеюсь, это зарядит тебя на то, чтобы наконец собраться с командой и отправиться в рейд. Всё почему? Потому что лук ожидания развязки, это электрический лук с нашим любимым новым перком, электрозаряд. Для тех, кто забыл, его свойства звучат так. Перезарядив это оружие после уничтожения цели, вы ненадолго усиливаете его. Следующее попадание поражает цель электрошоком. Ну а поскольку речь всё же про лук, тут как бы сложно сделать выстрел и не перезарядиться. А значит, перк улучшает и бьёт током каждую поражённую цель. Да, конечно, в отличие от тростяного гуля, тут в пол не постреляешь. Но, во-первых, такая привилегия даже на гуля открывается только с получением и выполнением катализатора. А во-вторых, ну блин, сделай уж усилие. Начни стрелять во врагов, а не рядом с ними. Ожидание развязки можно крафтить, так что, получив 5 образов этого лука, можно перестать ходить в рейд и сковать те перки, которые нужно в анклаве. Да ещё и улучшить их. В общем, не буду сильно давить, но иди ищи команду в рейд. Хватит уже упускать возможность, там топ лут. Этот лук можно выбить даже не проходя 4 этап, если ты его так боишься. Ещё раз, никакого давления. Подмена 4. Солнечный выстрел. Вот уж что-что, а заменить солнечный выстрел, мягко говоря, непросто. Я как наибольший фанат этого экзота могу сказать, что это вообще невозможно. Но, несмотря на это, легендарный револьвер Бич Заули с самого момента появления в игре сразу окрестили легендарным саншотом. И он действительно прочно закрепился в снаряжении многих игроков на ПВЕ активности. Вот за что мы любим саншот. Конечно, за то, что с одного выстрела он может навести суету и испепелить сразу толпу противников по цепной реакции. Всё благодаря его особым экзотическим перкам. Солнечный ожог и солнечный взрыв. Цели, уничтоженные из солнечного выстрела, взрываются, высвобождая солнечную энергию и обжигая другие цели поблизости. Для того, чтобы всё работало как надо на легендарке, и мы могли бы получить максимально близкий эффект, необходимы определённые перки, а точнее, связка, как и на предыдущем оружии. На этот раз нас интересует фугасный снаряд плюс раскалённость. Фугаски сами по себе наносят урон по площади, хоть и небольшой, а вот раскалённость будет обжигать находящихся рядом противников, тем самым накладывая на них ожог, который в конечном итоге и создаст нужные нам взрывы, запускающиеся по цепной реакции. Я сам ещё не выбил идеальный набор перков, так что для видео довольствуюсь тем, что есть. При указанном мной наборе перков эффект будет заметно лучше. На револьвере ещё можно выбить светлячок, но раскалённость, в отличие от него, не требует попадания и убийств в голову. Достаточно просто стрелять по врагам, чтобы он работал. В чём может быть загвоздка? В том, что этот револьвер тоже можно получить только в рейде. В рейде гибель короля, так что, как и в случае с луком, это наиболее сложное для получения оружие, если вы игрок-одиночка, который почти никогда, или совсем никогда, не ходит в рейд. Но на мой взгляд, что бич за улей, что ожидание развязки, крайне важные ПВЕ легендарки, которые стоят того, чтобы постараться их выбить. В игре, конечно, ещё есть легендарное оружие, которое с натяжкой можно было бы тоже сравнить с экзотическими пушками, но я остановлюсь на этой четвёрке, потому что этим оружием я пользуюсь сам и могу с уверенностью его советовать. Ну а вы в комментариях напишите, какое ещё легендарное оружие в игре напоминает экзоты именно вам. Спасибо за просмотр, спасибо за подписку, услышимся в следующих видео. Самый лучший из лучших сар, отречник.